Новый сезон в новом свете. Световое оборудование, сцены, Ульяновский драматический театр имени Гончарова закупил на федеральные средства национального проекта «Культура». На эти цели было выделено более 25 миллионов рублей. Наше оборудование, в общем, устаревшее и давно требует очень глобальной реконструкции, все, что касается света, звука и машинерии сцены. И вот, наконец, в этом году мы получили первый такой большой транш, целевой именно на световое оборудование. И это, в первую очередь, новый пульт, который обеспечивает уже возможность работы на современных осветительных приборах. Всего театр получил больше 30 новых приборов. Прежде всего, обновлены софиты, сложные конструкции наверху сцены, на которой крепятся все осветительные приборы, а также частично заменили свет на порталах. В общем, зрители увидят совершенно другую световую картинку. Сейчас полным ходом идет монтаж техники. С 14 августа в театр приедут специалисты. И начнется обучение работников светового цеха на новом оборудовании. Как сказал Владимир Золотарь, световики условно пересядут с «Лады Калины» не просто на «Мерседес», а сразу на космический корабль. Как считает руководство театра, техническое оснащение – одно из главных условий полнокровной творческой жизни коллектива. А также помогает исполнению на региональной сцены интересных столичных проектов. В будущем году, благодаря открытому финансированию, обновление Ульяновского драмтеатра будет продолжено. Большую часть средств направят на замену кресел в зрительном зале. Остальные средства вновь пойдут на световое оборудование. Главный режиссер поделился и творческими планами на 238-й театральный сезон, который стартует 1 сентября. В этот день на большой сцене будет показан бестселлер прошлого сезона – спектакль «Космос» в главной роли с Дарьей Долматовой. 2 сентября на малой сцене состоится премьера лирической комедии «Селфи со склерозом» по пьесе Александра Володарского в постановке заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира Казанджана. В главной роли – народная артистка России Зоя Самсонова. Также на сцену выйдут заслуженный артист России Виктор Чукин и заслуженный работник культуры Ульяновской области Алексей Вольный. Далее ульяновские зрители окунутся в грандиозные проекты «Лучшие спектакли золотой маски», которые ульяновский драмтеатр принимает с 2013 года. В этом году к нам приезжает президент «Золотой маски» Игорь Матвеевич Костолевский, народный артист России, со своим премьерным спектаклем «Старший сын». Этот же театр, театр Маяковского, показывает школу жен по Мольеру, а закрывает этот фестиваль «Золотой маски» замечательный спектакль из Новосибирского театра «Глобус» «Мальчики». Очень трогательная история, которая получила «Золотую маску» в прошлом году. 30 сентября на основной сцене состоится бенефис заслуженного артиста России Михаила Петрова. В январе мастер отметил юбилей, и подарком стала главная роль в премьере к открытию нового сезона. Михаил Николаевич сыграет Алексея Каренина в спектакле «Владимир Золотаря» Каренин. А в преддверии сезона в театр приедут молодые, но очень талантливые режиссеры для участия в режиссерской лаборатории Олега Лаевского. В этом году лаборатория посвящена Александру Сергеевичу Пушкину, а если конкретно маленьким трагедиям Пушкина. И мы придумали, нам пришла такая в голову мысль с Олегом Семеновичем, что это очень удобный материал с точки зрения, что все-таки это маленькие трагедии, это короткие пьесы, короткие, но сложные, емкие и требующие какого-то осмысления сегодняшнего. Ну и мы договорились, что мы приглашаем трех режиссеров. По итогам лаборатории театр планирует выпустить полноценный спектакль в конце 238 сезона. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.